Продолжение следует... Чтобы выяснить причины таких поломок, съёмочная группа ЧПИНФО отправила запрос на интервью в Киевпостранс ещё 24 ноября. И вот в пятницу нас пригласили на ожидаемую беседу. Но узнать у директора Киевпостранса о причинах таких дорожно-транспортных происшествий нам так и не удалось. На сегодняшний день я вам не могу сказать конкретно по каждому, потому что у нас каждый день выезжает 1230 единиц подвижного состава. И вы понимаете, что каждый день у нас есть инциденты на улицах города Киева. Трамвайный парк нуждается в закупке не менее 400 новеньких электрических машин. Но пока экономическая ситуация, которая сложилась в Украине, не позволяет этого сделать. Но это всё цветочки, говорит директор Киевпостранса. С 252 километров нам надо сделать капремонт примерно 112 километров трамвайных путей. Нам надо срочно делать уже ремонты. И это не только вагоны, которые видят пассажиры, а ещё надо работать с инфраструктурой. Директор планирует ещё купить несколько трамваев, отремонтировать те, что есть. Но когда это произойдёт, пока неизвестно. Прозвучала цифра от месяца до пяти лет. За это время может много воды убежать. Ещё много аварий состоятся. Пока те дорожно-транспортные происшествия, которые случились в столице, были без пострадавших. Но это всё очень нестабильно. И кто гарантирует, что следующая авария не тронет человека? В какое бы государственное учреждение мы ни зашли, всюду жалуются на постоянную нехватку средств. Находятся сотни причин подобных аварий и возможностей перебросить ответственность за них с одних плечей на другие. А тем временем жители больших городов боятся, что могут стать заложниками настоящего транспортного коллапса и жертвами неисправных трамваев.